Приветствую еще раз, благодарю за приглашение на конференцию. Меня зовут Татьяна, я являюсь техническим специалистом IMV Technologies. За два дня действительно было рассказано очень много новых и полезных тем. Я в свою очередь хочу рассказать про репродукцию свиноводствия в 2022 году. Так как 70% времени своего я трачу все-таки на работе на производстве, область нашей экспертизы это хрящники, лаборатория и репродукторы, мы постоянно наблюдаем какие-то новые вызовы, тренды, тенденции, и именно сегодня о них я бы хотела с вами поговорить. Что же нас ждет в 2022 году? Как уже сегодня не раз говорили, и вчера также была тема, в связи с тем, что свиноводство у нас очень сильно развивается, мы уже чувствуем и будем чувствовать в будущем нехватку высококвалифицированных специалистов. Мы нанимаем людей с Европы, даже с Америки. В России около 60 сельскохозяйственных вузов, но нам все равно с вами не хватает думающих людей, которые готовы принимать решения и работать во благо компании. По этой же причине я как-то попала в Россию 5 лет назад. Тяжелая эпизодическая ситуация. Тоже не раз говорили о ней сегодня и вчера. А если говорить со стороны хрящника, который является ядром производства, то контроль должен быть в два раза сильнее. Ведь есть большие риски занести заразу на все комплексы только с одного маленького хрящника. С вызовов переходим в более приятные темы. Это тренды и тенденции. Я очень люблю работать с нашими клиентами и партнерами, потому что каждый год они повышают нам планку все выше и выше. И это, конечно же, возможность нам расти и развиваться. Первое и важное, наверное, это ускорение генетического прогресса. Как это делают? Это либо мы вводим сейчас юных хрящков в стадо. Это понятно. Чем раньше мы введем в стадо молодых хрящков, тем быстрее мы начнем использовать их высокий индекс, потому что дальше он будет падать. И внедрение внутриматочного осемнения на ремсвинках. То есть если еще 3-4 года назад супертренд был, это внутриматочный в основном стаде, то начиная с конца этого года мы уже с клиентами понемножку переходим на реммолодняк. Конечно же, высокоиндексных хрящков нами хочется эффективнее эксплуатировать. Как это делается? Мы начинаем снижать концентрацию. Опять же, с моего опыта еще 3 года назад, если я приходила к клиенту и говорила, давайте рискнем снизить концентрацию на 2,2 в традиционной дозе, они на меня смотрели так немножко с подозрением. Сейчас же мы и тут повышаем планку. И, конечно же, активная работа с многоплодием. То есть с клиентами мы работали 3 года на повышение процента осеменения, чтобы они были стандартные, высокие. В следующем году уже очень многие клиенты нам ставят задачу именно на повышение многоплодия путем повышения процедур и стандартов на предприятиях. Если говорить опять же о вызовах, о проблемах, когда у нас на производстве начинаются какие-то проблемы, что-то нас не устраивает, виноваты начинаются быть либо кормовые компании, что-то у нас с кормами, ветеринарные компании, оборудование, которое поставляется, ну, либо генетические компании, там, из-за качества животных поставки. Но, опять же, по моему опыту, больше 60% проблем возникает из-за человеческого фактора. Не захотел принять душ, накрыл случайно полностью всех реков одной вакциной, забыл выставить уровень в кормушках и так далее. Таких историй реально очень много. Но что нам с этим делать? Есть два варианта. Первый вариант, Инна сегодня очень круто рассказала презентацию, это работать с людьми. Каждый человек в компании, начиная с оператора, заканчивая начальником комплекса, должен не только знать цены, но и принимать их. Вдохновляйте людей, чтобы они воспринимали работу не как фактор заработка, а как личностное свое дело. Будьте мотиватором для своих людей. Второе, это то, что люди должны понимать, что у них есть возможность личностного роста, так и карьерного. Скажу простыми словами. Если оператор Катя показывает хорошие показатели, она хочет развиваться, а вы этому не способствуете, то, скорее всего, мотивация оператора Кати будет очень снижаться. Растите квалифицированные кадры у себя прямо на предприятии. У вас есть такая возможность. Конечно же, с людьми нужно говорить, хвалить и поощрять. Это можно делать в личном порядке, в индивидуальном, либо публично перед всеми. Но вы не поверите, иногда людям не важна премия. Ну, окей, чаще всего она нужна, но очень часто достаточно просто сказать спасибо огромное, я горжусь, что я с тобой работаю, либо ты большая молодец. Помимо того, что говорить, очень важно слушать. Вы не можете себе представить, насколько много крутых идей у простых работников на фермах. Слушайте их комментарии к работе, какие-то предложения, которые они дают, ну, либо жалобы. То есть что-то из этого все равно будет полезным. Хотя бы иногда прислушивайтесь к своим работникам. И пятое, самое важное, это развивайте сотрудников. Руководители, начальники приходят на семинары, симпозиумы, вебинары, конференции. Простые же работники работают в изолированном пространстве, не получая информацию извне. Организовывайте для них индивидуальные какие-то тренинги, повышение квалификации. И, как Инна сказала, действительно очень важно найти правильного тренера, потому что не все могут учить и рассказывать, чтобы до людей доходила эта информация. Если же у нас нет такой возможности, есть второй путь. Очень много компаний последние 3-4 года идут путем автоматизации процесса. Автоматизируют процессы, начиная со сбора семени, заканчивая автоматической фасовкой семенем. Опять же, это не говорит о том, что вам не нужны люди. Это говорит о том, что вам нужно будет меньшее количество людей, и вы сможете оставить у себя на предприятии высококвалифицированные кадры. Если денег у нас нет с вами на дорогостоящее оборудование, добро пожаловать в тренд 2022 года. Это коммерческие спермодозы. Вам не нужно закупать дорогостоящее оборудование, искать высококвалифицированные кадры, думать о биобезопасности. Именно к этому когда-то пришла Бразилия и Европа, и я действительно очень рада, что Россия тоже уже стремится к этому. Поверьте мне, это безопасно, это стабильно и это очень выгодно. Понятное дело, что хрящники мы сразу все закрывать не побежим, поэтому тоже маленькая рекомендация по поводу хрящников. Помимо того, что мы рекомендуем иметь отдельно стоящие хрящники, я также очень рекомендую организовать передаточные станции для спермодоз. Это может выглядеть как отдельная комната, которая находится за территорией хрящника. Она прям оборудована полностью холодильником, который придерживается 17 градусов, либо бокс с двумя дверьми. В одну дверь лаборант, либо оператор приносит спермодозы. Утром, вечером, неважно, смотря какой у вас график, через некоторое время приходит водитель, открывает другую дверь, и он не заходит на территорию хрящника, забирает эти спермодозы и включает ультрафиолет, чтобы обеззаразить сам бокс. Опять же, тут тоже держится температура 17 градусов. Я за то, чтобы на хрящники в лабораторию заходили только люди, которые там работают, и минимализировали то количество людей, которые туда заходят, ну, руководители, я не знаю, там, аудиторы, консультанты. Чем меньше туда идет людей, тем лучше и безопаснее для хрящника лаборатории и, соответственно, целом производства. Не забывайте, что хрящник – это сердце производственной площадок. Переходим к ускорению генетического потенциала. Как я сказала, люди идут сейчас двумя путями. Один из них – это внедрение внутриматочного семенения на ремсвинках. Очень прошу делать это все-таки поэтапно, аккуратно, и только после того, как люди уже набили руку на основном стаде. Потому что есть большой риск, что будет увеличенное количество травматизма половых путей, и, соответственно, будет повышена либо выбраковка, либо прохолосты. Введение в стадо молодых хрящников. Я, правда, понимаю производителей, зачем они это делают. Я им помогаю также. Но как у технического специалиста МВИ, это у меня занимает очень много сил и ресурсов. Объясню почему. У молодых хрящков, которых мы вводим сейчас в стадо в 7 месяцев, еще нестабильна мембрана экросома. Очень низкая переживаемость семени и увеличенный процент морфологических дефектов. В результате, если наши производители, ребята, которые работают на ферме, пускают этих молодых хрящков в стадо сразу, не проверив правильно, у нас повышается процент прохолостов и малоплодия. Ведь как там часто очень принято, опять же, с моей практики, хряк сел, проверили семя, живое движется, отправляем на ферму. Но на самом деле я очень рекомендую в протоколы, в стандарты работы ввести основное правило. Вводить молодых хрящков в основное стадо после трех положительных показателей по подвижности не менее 80%, морфология не более 30% и обязательно переживаемость. Подвижность семени не должна падать за сутки более чем на 3-5%. Помимо этого основного правила, я также рекомендую, если у вас нет возможности у себя в лаборатории, отправлять в независимую лабораторию на такие анализы, как целостность мембраны и акросомы, потому что именно это отвечает за фертильность сперматозоида. Он может вам двигаться, как, не знаю, супермен, но не будет целостная мембрана либо акросома, он уже будет априори нефертильным. И на бактериальную обсемененность обязательно. Только после этого вводить молодого хрючка в стадо. Справа на картинке вы видите количество доз, которые мы смогли получить с одним из моих клиентов, когда начали работать над снижением концентрации. Мы смогли снизить внутриматочную дозу до 0,9, традиционную до 1,8. Только прошу это, опять же, не делать очень резко, прям с завтрашнего дня, потому что тоже могут быть нехорошие последствия. Как мы делали это с клиентом? Первое правило – это поэтапно. То есть мы разделили снижение концентрации на несколько этапов, и на каждом этапе мы не снижали концентрацию более чем на 10%. После этого мы мониторили производственные показатели, такие как процент осеменения, количество живорожденных. И на каждом этапе мы повышали стандарты на производстве. Либо это новая водоподготовка, улучшенная среда, электронные пипетки, повышение квалификации людей. То есть стандарты мы повышали на хрячники, лаборатории, транспортировка и репродукторы. После этого, если мы видим, что все нормально, результаты стабильные, мы переходим дальше. Если мы видим, что результаты падают, мы обязательно возвращаемся на этап ранее и анализируем процессы, вносим какие-то корректировки. Нельзя это делать резко. Сразу скажу, что у клиентов, у которых базовый набор оборудования, я имею в виду микроскоп и фотометр, к сожалению, таких цифр не сможет достичь, потому что именно при снижении концентрации до минимума очень важно иметь глубокий анализ семени. Последний слайд. Многоплодие. Как вы уже все знаете, наверное, очень много лет говорят о том, что морфология влияет на производственные показатели, а именно на процент осеменения и количество живорожденных поросят. С одним из клиентов мы решили поработать на морфологии, а именно по пороговым значениям. Мы снизили порог до 8% на каждый морфологический дефект. То есть если в России это где-то 15%, мы снизили его на 8% и не пускали в производство хреков, у которых этот порог превышал. Если было уже 9-10%, мы думали, брать или не брать. В среднем за год у нас выровнялось стадо, и у нас, наверное, процентов 12-13 были хреки с хуже морфологией, чем вот этот порог 8%. В результате за полгода мы увидели результаты, которые вы видите слева. Не одна касса, то есть в принципе я понимаю, что это не протокол, там только по морфологии нам помог, это и генетика, это и работа с людьми, мы очень много что-то меняли, но мы брали себе за внимание именно морфологию и ставили себе цель проследить, насколько она покажет нам какой-то плюс, и мы это проследили, вы видите слева результаты. У меня все, спасибо вам огромное за внимание, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, тоже звоните, пишите, и я еще некоторое время буду здесь. Спасибо огромное. Спасибо.